МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"ФОК", Центр для одаренных детей Росатома, пассажирское авиасообщение и другие перспективные проекты. В Городской Думе обсудили проект стратегии социально-экономического развития города. Автоматизированные системы контроля оплаты соровщений могут оплатить проезд с помощью стационарных валидаторов. В памяти капитана Александра Майорова в Сарове завершился чемпионат органов безопасности Приволжского федерального округа по рукопашному бою. Далее расскажем обо всем подробно. Народным избранникам представили два варианта сценария стратегии социально-экономического развития. Консервативное предполагает сохранение тенденций развития города последних пяти лет. Это умеренные долгосрочные темпы роста экономики на основе активного развития РФИАС-НИЕФ. Приоритетный план предполагает создание условий для увеличения темпов социально-экономического развития. В качестве предпосылок этого развития рассматривается именно статус геостратегической территории, создание и функционирование на территории города научно-учебного центра, развитие института ТАСЭР. Представленный проект затронул все направления развития на ближайшие 17 лет. Инвестиционная деятельность, демографическая ситуация, малое и среднее предпринимательство, рынок труда и занятости. В связи с этим у депутатов возник вопрос об открытии ЗАТО. Предлагается вариант снижения градуса, скажем так, закрытости. То есть категория безопасного функционирования категории Б, это как раз и снижение сложности оформления допусков в город, скажем так. Вариант открытия территории не рассматривался. Депутаты хотели увидеть больше конкретики в представленном проекте. Но, как пояснила Анна Сысоева, стратегия – это долгосрочное планирование развития, видение будущего города. И основные положения документа будут детально проработаны в других документах. Поэтому все мероприятия для реализации конкретных проектов будут отражены уже в программах муниципальных и отраслевых стратегиях. Равно как и не только этих приоритетных проектов, но и других проектов, которые будут направлены на достижение все тех же стратегических целей, определенных этим документом. Депутаты рекомендовали доработать документы на согласование в Госкорпорацию Росатом и правительство Нижегородской области представить стратегию развития города с конкретными сроками исполнения и суммой реализации проектов. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Дмитрий Будников в далеком 1999 году был среди тех, кто в составе делегации сотрудников РФИА ЦУНЕФ работали в Европейском центре ядерных исследований. Свою лекцию для учителей и учеников школ города он разделил на три условных части. И первую посвятил истории создания ЦЕРНА и людям, которые в нем работают. По словам заместителя директора Института ядерной и радиационной физики, более половины ученых-физиков в мире так или иначе связаны с работами, которые проводят в этом международном научном центре. Эти ученые представляют более 500 научных центров и порядка 80 национальностей. Но основной вопрос в ЦЕРНе, как сейчас модно говорить, что это достаточно толерантная организация. Среди тех, кто присутствовал на лекции, были учителя нашего города, которые, пройдя конкурсный отбор, попали в эту программу. Наталья Ларионова побывала в ЦЕРНе пять лет назад. Как рассказал педагог лицея номер 15, поездка получилась очень насыщенной и познавательной. Это как раз та самая возможность, когда учитель погружается в современную науку, где он общается с современными учеными, которые находятся на краю науки, где у него есть возможность посмотреть все эти детекторы вачеводронного коллайдера. Видео и фотографии, сделанные лично, рассказ очевидцев о месте, где работают лучшие умы планеты, все это не просто оживляет урок. Это дает старшеклассникам почву для размышлений о своем будущем. А для некоторых становится толчком в выборе профессии. Основная цель вот этой научной школы для учителей, она как раз заключается в том, чтобы учитель, загоревшись сам, приехав сюда, мог рассказать все это своим ученикам и таким образом привлек своих учащихся к современной науке. В декабре этого года пройдет еще одна встреча в рамках проекта «День учителя на объектах атомной отрасли». А опыт, который был получен в ходе встречи сотрудников городообразующего предприятия, преподавателей и учеников школ города, будет приумножаться. Следующая лекция будет подготовлена сотрудниками Института физики взрыва. А значит, можно быть уверенным, будет очень интересно. Кирилл Васильев, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Прогресс добрался и до Саровского общественного транспорта. Теперь при входе в автобус горожанам больше не нужно возиться с мелочью. Достаточно приложить транспортную или банковскую карту к специальному стационарному валидатору, который после успешного прохождения операции выдаст пассажиру чек об оплате. Можно расплатиться с помощью транспортной карты или с помощью банковской карты, если она у вас бесконтактная, просто приложив эту карту к терминалу. Автоматизированная система контроля оплаты проезда действует на муниципальных маршрутах еще с апреля прошлого года. Валидаторы в виде ручных терминалов появились у кондукторов на всех автобусных рейсах. Ими продолжат пользоваться и после внедрения стационарных аппаратов. Заплатить за проезд по-прежнему можно будет у кондуктора или водителя автобуса. Транспортные карты можно приобрести в городе Транси, но это будет транспортная карта только как проездной билет. Либо юридическое лицо, либо физическое лицо. Покупаете либо на 30 дней, либо на 60 дней. Приобрести транспортную карту можно на почте России. Только после покупки ее баланс необходимо пополнить через банкомат или мобильную систему оплаты. Продают такие транспортные карты и в отделениях Сбербанка. При условии, что гражданин сразу внесет на ее счет 200 рублей. На карту записывается один тариф, либо электронный кошелек. Туда кладутся деньги минимум 50 рублей и максимум 14 999. Либо вы берете тариф проездной. И там выбираете, какой лучше вам проездной. Два месяца, один месяц. Если вы откатались проездной и вам захотелось электронный кошелек, тогда нужно идти на почту или в Сбербанк, чтобы вам перепрограммировали карту. Стоимость проезда в муниципальных автобусах по безналу 20 рублей, по наличному расчету 22. Транспортная карта с тарифом, электронный кошелек действительно и в Нижнем Новгороде. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Нижегородской области активно внедряется система социальной поддержки «Гостевая семья». И в регионе уже более десятка семей взяли на себя ответственность ухаживать и помогать людям преклонного возраста. Гостевая семья, она, на мой взгляд, обеспечивает и более полный социальный уход, и обеспечивает общение с человеком, и на своем практическом месте. Располагаться «Гостевая семья» по закону может как на территории того, кому необходима помощь, так и на жилплощади того, кто эту помощь готов оказать. Договор оказания подобной социальной помощи заключается в трехстороннем формате. Одной из сторон выступают работники социальной службы. Их задача раз в квартал проверять условия, в которых живет пожилой человек. Соглашение о «Гостевой семье» заключается на полгода с возможностью последующего продления. Соглашение о «Гостевой семье» предусматривает, что человек может какую-то часть своих доходов, я имею в виду опекаемые, перечислить в фонд «Гостевой семьи», за счет которого будет осуществляться и уход, и покупка продуктов, медикаментов, предметов ухода за ним и прочее. Заключить соглашение о «Гостевой семье» может любой пенсионер, попавший в ситуацию социального одиночества. В первую очередь рассматриваются кандидаты с хроническими формами заболеваний легких, сердца и головного мозга. Как пояснил Сергей Козлов, заработать у тех, кто решил помочь старикам, заключая договор о «Гостевой семье», не удастся. С соглашением предусмотрено, что не менее 30% от дохода пенсионера остается у него на руках. Это единственное имущественное соглашение. Других прав, например, на квартиру в последующем или на какое-то имущество этого опекаемого вы не имеете. Форма социального ухода за одинокими пожилыми людьми и гостевая семья создавалась не для получения какого-либо дохода. На первый план в этих взаимоотношениях выходит милосердие, сострадание и желание сделать жизнь хотя бы одного человека немного лучше и светлее. Кирилл Осенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Четыре игрока держат в руках специальные кнопки. После сигнала у них есть несколько секунд на раздумье. Выигрывает тот, кто первым даст правильный ответ. Это спортивный вариант интеллектуального состязания «Своя игра». Здесь вопросы разделены на темы и имеют различный уровень сложности. Ответ на самый простой принесет игроку 10 баллов, на самый сложный – 50. Вопросы самые разные, совершенно разных областей. Как правило, они существенно проще, чем, например, в «Что, где, когда», потому что нужно думать либо знать, либо думать буквально пару-тройку секунд. Поэтому своей игре свойственна динамичность и эмоциональность. Результаты идут не в командный, а в индивидуальный зачет. Поэтому у игроков еще больше мотивации ответить правильно раньше, чем это сделает соперник. От участников «Своей игры» не требуется серьезных и глубоких знаний в различных областях наук. Нужно зачастую просто посмотреть на вопрос под каким-то немножко необычным углом и быстренько догадаться до того, чего ты не знаешь, но при этом что вполне может изобрести обычный человек за пару секунд в голове. Поэтому такие игры очень популярны на различных фестивалях. Светлана Жирнова начала играть в интеллектуальные игры около 10 лет назад в составе популярной городской команды «Ума не надо». Сегодня Светлана создала свою сборную, с которой выступает на турнирах под эгидой клуба «Что, где, когда». В этот формат играть интересно, что здесь непредсказуемая игра. То есть успел нажать на кнопку, ты выиграешь. Не успел, ты проиграл. То есть независимо от того, обладаешь ли ты знанием, то можно и выиграть. Участники клуба «Что, где, когда» приглашают всех желающих попробовать свои силы в интеллектуальных играх каждый понедельник в 6 вечера в молодежный центр. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Если звук «ррр» в словах не хочет раскатисто звучать, то родители ведут ребенка к логопеду. Но не все знают, что функции этого специалиста гораздо шире. В его обязанности входит исправлять речевые дефекты своих подопечных, которые могут возникнуть в разном возрасте. Они только ставят звуки, ставят речь полностью. И словарь формируют, и связанную речь формируют. Учат читать, учат писать. Надежда работает логопедом в школе более 10 лет. Первое медицинское образование ей очень помогло в освоении профессии учителя-логопеда. Работу с детьми она считает очень нужной и полезной не только для самих ребят, но и для себя. Мне очень интересно общение с детьми. А не только я их учу чему-то, но и они меня учат радоваться жизни, быть непосредственной. Но они очень любвеобильны, дают мне силы и любовь свою. Обучая детей правильные и грамотные речи, Надежда как педагог всегда заручается поддержкой родителей. Дома ребенок тоже должен тренироваться и повторять пройденный материал, чтобы результат коррекционной работы был более высоким. Помощь родителей обязательно нужна, потому что ребенок маленький, и ему нужно видеть, что нужно маме и папе, чтобы он хорошо говорил. Надежда старается сделать занятия с детьми интересными и познавательными. Различные обучающие программы и интерактивные технологии стали уже привычным делом на дополнительных уроках. И ребята с удовольствием откладывают тетради в сторону, чтобы понажимать на кнопки компьютера. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Сарова, 24. Сотрудники Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в нашем городе уже в третий раз. В этом году они представили саровчанам копии работ русских иконописцев. Я призываю не бояться этого страшного слова – копии, потому что эти копии были созданы благодаря уникальной методике, которая воспроизводит малейшие нюансы, малейшие частицы, просто образа оригинала. Каждый год коллекция музея пополняется новыми экспонатами. Сотрудники выезжают в заброшенные храмы, сел и деревень и находят древние образы в самых необычных местах. Некоторые из икон использовались в качестве дверей, столешницы и полок в сараях. После этого с каждой найденной реликвией работают хранители, реставраторы и художники по восстановлению первоначального вида. Главная задача любого музея – это в первую очередь сохранение, популяризация, публикация. Это все уже потом. А сначала, наверное, музеи создаются для того, чтобы сохранить, сохранить для потомков. Одна из самых ценных находок музея – икона Спаса Вседержителя. Ей отведено особое место на выставке. Ее история начинается в далеком 13 веке. В сокровищницу музея Элик Святова попал несколько лет назад. Был такой художник Василий Яковлевич Ситников. Он был ценитель, собиратель тоже древней живописи. Он подарил в музей икону, которая после раскрытия, после проведения реставрационных работ, стала, наверное, главной жемчужиной нашей коллекции. Зрители получили возможность познакомиться с разнообразиями к написанному наследию русских мастеров, смогли увидеть образы, написанные для храмов и домашних иконостасов, а также открыли для себя неповторимый мир русской иконы и познакомились с особенностями художественного языка мастеров иконописи Москвы, Тверинь, Новгорода, Ростова, Поволжья, Русского Севера. Мы получили большое-большое удовольствие, побывав на этой выставке и услышав сокровенные мысли и сокровенные работы, как создавались эти работы. То есть мы в восторге. Впечатление такое самое трогательное, самое благостное. Ну, в общем-то, очень понравилось. Приобщиться к искусству старинных иконописцев могут все желающие. Выставка в городском музее продлится до середины января 2019 года. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Белый треугольник с каймой красного цвета, в который вписана чёрная буква «Ш». Наш телеканал провёл совместную акцию с сотрудниками госавтоинспекции. Теперь на автомобилях «Саровчан» появятся необходимые в осенне-зимний период наклейки с логотипом канала «16». Этот треугольник нужен для того, чтобы сзади треугольника средства обладала информацией, что впереди деющиеся автомашины установлены шипованные автошины, и тормозной путь может несколько быть короче, чем у автомашины, которая не оснащена данным типом автошин. И, соответственно, выбирать скорость движения и дистанцию соответственно. Просто прям не успел наклеить, и есть такая. Ну, такой подарок я принимаю с удовольствием. И, конечно, мы наклеим. Клеится он в левую сторону, так что аккуратненько приклеим. Здравствуйте, нужна такая штука? Да. Наклеивайте. Смотрите канал «16» и соблюдайте правила дорожного движения. Берегите. Молодцы. А переобулили ли вы свой автомобиль? Если честно, вот со дня на день. Со дня на день? А как вы считаете, нужны ли вот такие значки на стеклах? Ну, наверное, они полезны. Ну, тогда получайте треугольничек с логотипом канала «16». Канал «16» в месяц с госавтоинспекцией нашего города решил раздать всем вот такие вот значки. Полезные, нужные? Обязательно нужные. А зачем они нужные? Как вы думаете? Как зачем? Чтобы знали, положено по правилам букву «Ш» иметь, значит, положено. А мы предлагаем вам получить вот такую штуку еще и с логотипом канала «16». Давайте обновим. Давай. Держите. Совместная акция канала «16» и госавтоинспекцией удалась на все 100%. И теперь на стеклах некоторых автомобилистов нашего города появится замечательный треугольничек с буквой «Ш» и логотипом канала «16». Ну, а с вами работала Дарья Цапорыгина и Артемий Глазков. Служба новостей «Саров-24». До новых встреч. В этом году более 12 тысяч горожан наводили порядок в жилых кварталах и на территориях массового отдыха. Убирали в лесных массивах, на берегах реки Сатец и даже почистили озеро Протяжное. Всего было вывезено 7 тысяч кубометров мусора. Хотелось бы, чтобы количество участников, оно с одной стороны росло, но количество мусора уменьшалось. Но вот, к сожалению, пока вот это переломить практику не удается. С каждым годом все больше саровчан включаются в общественную работу по наведению порядка в родном городе. Школьники, студенты, сотрудники ядерного центра и различных предприятий, военнослужащие Росгвардии убираются в лесопарках, около водоемов и в излюбленных местах отдыха саровчан. За период этих всех мероприятий проводится большая работа по благоустройству нашего города, потому что сделать его чистым, красивым, уютным. И в этой работе активно принимают участие все наши организации городские, граждане активные. Руководители предприятия, получая дипломы и благодарственные письма, отметили активную позицию своих сотрудников. Всегда много желающих сделать территорию возле работы или около дома чище и уютнее. У нас народ рвется просто вперед и говорит, а когда еще будет субботники? Такое впечатление, что два раза нам год не хватает, надо чаще их проводить. За активное участие в проектах по благоустройству все организации города получили благодарственные письма и памятные подарки. По итогам проведенных субботников был проведен конкурс на звание лучшего предприятия участника. Дипломами были награждены организации, которые качественно выполнили наибольший объем работы и привлекли к участию максимальное количество участников. Елена Грескова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В конкурсе РОСТ-СФ приняли участие более 80 проектов по пяти направлениям – физика, химия и науки об окружающей среде, математика и информатика, техника и технология. В номинации «Биология и медицина» первое место занял воспитанник станции юных натуралистов Иван Артамонов. Моя работа называется «Кислотрофно-филофороидные грибы на южной границе Мордовского природного государственного заповедника имени Смедовича». Работа по факту представляет из себя разработку методики для биоиндикации, для исследований лесного массива и не только. Основной изюминкой данной работы является разработка уникального математического аппарата, с помощью которого мы можем сделать универсальный комплекс для биоиндикации, для того чтобы определить экологические тренды на исследовании лесного массива, а также экологическое благополучие. Саровчанин Иван Артамонов вошел в сборную России и будет защищать честь страны на международном уровне. В мае он отправится в США, где представит свой проект ведущим ученым мира, лауреатом Нобелевской премии и представителем авторитетных научных школ. Я испытывал некую радость, но так как я очень сильно устал, как-то все это было довольно смазано на самом деле, потому что очная стендовая сессия, она довольно сильно выматывает, потому что там постоянно к тебе подходят какие-то люди, задают разные вопросы, то есть вопросы абсолютно разные, по разной тематике. Приволжский научно-технический конкурс работ школьников «Рост Айсэф» проводится с 2007 года. Он призван выявить и поддержать молодых исследователей в сфере инженерно-технического творчества, а также привлечь старшеклассников к науке. Это настолько важное для нас событие и наш успех, потому что на данном конкурсе оценивают работы Нобелевские лауреаты и светилы научных школ мировой общественности. И, конечно, мы очень рады, что мы вошли в состав сборной российской на конкурс «Рост Айсэф-2018». Победителем конкурса «Рост Айсэф» стал еще один воспитанник станции юных натуралистов Никита Ваньков. Он представил работу определения удельной активности «Цезия-137» в почве на территории «Зато Саров». В мае он также отправится защищать честь нашего города в США. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Солнечные очки даже в помещении. Это не детали имиджа, а необходимость скрыть последствия недуга. Виктор не видит с детства. Трагическая случайность или халатность врачей стали причиной полной потери зрения. Молодой человек живет тактильными ощущениями. Если для обычного человека достаточно видеть своего собеседника, для Виктора важно чувствовать его рядом и держать за руку. Своими главными помощниками и проводниками в мир зрячих он считает бабушку и дедушку. Они меня поддерживают в том, что я иногда репетирую песни, которые дают в центре конкурсу или концерту. Виктор занимается вокалом. Он успешно выступает на концертных площадках родного города и активно участвует в различных конкурсах. Творческие способности у молодого человека раскрылись на встречах клуба «Лотос». Он вообще очень талантливый и одаренный молодой человек. Он, ребят, начал необычно поздравлять с днем рождения. Это всегда была какая-то песня. Песня поздравления. Юлия Гораева заметила увлечение Виктора и решила развивать способности начинающего артиста. Они регулярно занимаются вокалом, подбирают репертуар и участвуют в конкурсах и фестивалях. Сейчас молодой человек готовится к концерту, посвященному Дню Матери. Виктор, конечно, не унывающий, не опускающий руки. Молодой человек, всегда улыбающийся. Настолько интересный собеседник. И поговорить о музыке, если что-то тебе непонятно, он расскажет очень многое. Музыка, пение, репетиции, выступления. Особенный мир Виктора наполнен творчеством, новыми планами и идеями. Но есть в его жизни место и большой мечте. Обычному человеку она покажется слишком простой. Для незрячего она практически недостижима. Конечно, я на свободное время мечтаю выйти во двор, вынести мусор, бабушке помочь. Виктору всего лишь 22 года. Возраст, который позволяет реализовать самые смелые проекты и начинания. А его характер и целеустремленность могут стать примером для многих молодых людей. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Им нельзя говорить много о своей работе. По долгу службы на их плечах лежит ответственность за безопасность всей страны. Раз в год в наш город приезжают силовики из различных подразделений Приволжского федерального округа, чтобы почтить память своего коллеги, капитана Александра Майорова. На этих соревнованиях спортсмены не гонятся за медалями и первыми местами на пьедестале почёта. Участие в турнире – это дань памяти и дело чести. Мы, как граждане своей страны, должны заботиться о безопасности своего отечества. А с другой стороны, конечно, это воспитание настоящего мужского начала. Пример как раз Александра в борьбе с терроризмом на Кавказе – как раз тот самый лучший пример. Он тоже воспитывал и закалял свой дух. Саровчанин, сотрудник регионального отдела специального назначения ОФСБ России Александр Майоров, героически погиб в 2001 году при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Он был кавалером Ордена Мужества и награждён медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Александр был воспитанником Саровской спортивной школы и имел звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Люди помнят об Александре. И пока мы помним о нём, ну вообще о тех людях, которые защищали родину, которые погибли при исполнении, пока мы об этом помним, это хорошо. Наш город принимает этот турнир в 15-й раз. В этом году в нём приняли участие команды из Нижнего Новгорода, Пензы, Выксы, представители Академии самбо города Кстова, Федерации рукопашного боя города Сарова. Всего 8 команд и 58 человек. Среди них 10 мастеров спорта, остальные – кандидаты в мастера, либо спортсмены, имеющие первый разряд. Турнир памяти Александра Майорова проводится с 2003 года и с 2009-го получил статус чемпионата. Это не только работает на внешний имидж города, потому что, конечно, очень много славных страниц истории, связанных и с духовностью, и с ядерным щитом. Но сегодня пишется каждый день новая история. Победитель турнира определялся в каждой весовой категории. После старта соревновательного дня спортсмены встретились в отборочных поединках. Те, кто показали лучшие результаты на этом этапе, получили путёвки в полуфиналы. Судьба первых мест на пьедестале почёта решилась в финальных схватках, где на татами вышли те, кому на этих соревнованиях не было равных в рукопашном бое. Своим участием они отдают память Александру Майорову. И популяризация данного вида спорта показывает хороший пример для молодёжи, для патриотического воспитания. По итогам турнира определились победители и призёры. Лучшие спортсмены этих соревнований также получили призы от спонсоров. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Старов, 24. До очередных международных соревнований у Юрия Пенегина времени ещё предостаточно. Но даже будучи дважды чемпионом мира по самбо, среди ветеранов мужчина продолжает упорно тренироваться. Надо держать себя в постоянном тонусе и показывать положительный пример детям, которые занимаются в Дюшикар. Я вижу молодёжь здесь, они же все тут глазами горящими смотрят и подсказываешь им, когда, конечно, что-то где-то они не так делают уже. Им это приятно. Для того, чтобы стать дважды чемпионом мира несколько лет назад, Юрию пришлось полностью изменить свой подход к образу жизни. Мужчина раз и навсегда попрощался с пагубными привычками, упорядочил своё питание и несколько раз в неделю проводит интенсивные тренировки. Мне нравится это. Это как хобби для меня, например. Кто-то ходит на рыбалку, ездит, кто-то с машинами ковыряется. Мне нравится бороться. В своё время, в молодости мы не успели это всё захватить в полном объёме. А сейчас и, во-вторых, это позволяет мне держать себя в форме всегда нормальной. По словам Юрия, самбо – русский вид борьбы. В мире больше распространено дзюдо. В основном соперники на турнирах – это либо выходцы из стран бывшего Советского Союза, либо спортсмены, с которыми работают русскоговорящие тренеры. Чемпионаты мира по самбо ежегодно привлекают всё больше участников. В Марокко, вот я посмотрел, например, там очень сильные оказались борцы. Я вот не думал, что у них это. То есть у них уже ребята есть, которые золото занимали на этом чемпионате и всё. Из Камеруна в этом году приезжали ребята, очень хорошо боролись. Как признался Юрий, победа на чемпионате мира в Касабланке досталась ему нелегко. Одним опытом выиграть невозможно. Перед финальной схваткой борец просмотрел все бои своего соперника, учёл его сильные и слабые стороны и правильно выстроил стратегию и тактику встречи. Занимать первые места на городских, областных и всероссийских соревнованиях Александру Карасёву не в новинку. В свои 10 лет он упорно тренируется и отрабатывает упражнения на выносливость, силу воли и меткость ударов. На всероссийском турнире по буксу за Речном Александр Карасёв в очередной раз подтвердил титул чемпиона и стал победителем в своей весовой категории. Были очень сложно в последнем бою, потому что он был меня выше на голову, а я победила из-за того, что мне помогал тренер своими подсказками. Каждый боксёр ставил перед собой цель победить соперника и привести домой награду высшей пробы. В этом году Александру Сущевскому справиться с поставленной задачей не удалось. На турнире имени Михаила Проценко молодой человек занял третье место. Спортсмену не хватило всего лишь несколько очков до заветной победы. Обидно, как бы у меня все надеялись, что я займу первое место, выполню кандидат на мастера. Ну, во всём бывает своё огорчение. В следующем году постараюсь привезти сюда, в наш город, первое место. Всё-таки взять кандидата на мастера спорта. Всего в турнире приняли участие 15 команд из 9 регионов страны. За титул чемпиона боролись более 200 спортсменов. Соревнования дают боксёрам возможность проверить своё мастерство, отработать новые комбинации и испытать тактические приёмы в поединках. Эти соревнования, я бы сказал, очень высокого уровня. Есть что посмотреть, чему поучиться. В первую очередь, для меня, я хочу также организовывать такие же здесь турниры, на таком же уровне приглашать гостей. Поэтому есть чем поучиться. И, соответственно, такой богатый опыт хороший. Сегодня саровские спортсмены готовятся к очередным всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Рязани 20 ноября. А уже в начале декабря они отправятся отстаивать честь города в Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин